Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» Вы смотрите программу «Время говорить» Обзор событий рязанской жизни Мы вместе с вами подведем итоги этого четверга И понемногу начнем готовиться к наступающему уикенду Завтра вспомним все, что было всякого разного за неделю Но не будем заглядывать в день грядущий Коротко о сегодняшних темах Нате вам под самые окна Жители 2-й железнодорожной улицы Возмущаются здешним принципом размещения мусорных контейнеров Великая музыка в рязанской филармонии Новый сезон откроется концертом Знаменитого российского национального оркестра Под управлением Николая Плетнева Ну а теперь приступим к нашим темам Открывает программа репортаж, снятый сегодня на улице 2-й железнодорожной Предисловие такое У некоторых представителей местного начальства Мнение о передрягах, которые встречаются в жизни простых людей Видимо, самое пренебрежительное Мол, не баре сойдет и так Например, обратились к нам в редакции Жители упомянутые уже улицы 2-й железнодорожной Жалуются, мусорные контейнеры Пытаются установить прямо под окнами Как говорится, в непосредственной близости Хотя по всем нормам Стоять эти самые контейнеры Должны по крайней мере в паре десятков метров Разбиралась в ситуации Наталья Новикова Родной и любимый дом Не важно, живем ли мы в нем много лет Или только-только переехали Хочется, чтобы было комфортно и спокойно А под окнами свежу от зелени Но что делать, если во дворе вместо цветущей сирени Благоухают помойные контейнеры Вместо шума детворы на детской площадке Приходится наслаждаться грохотом Загружающейся техники И день за днем наблюдать Как есть же, разбиваются дороги По которым и без того В ненастную погоду не проехать У жителей домов номер 23В и 34 По улице 2-й железнодорожной Пока все это только в перспективе На месте планируемого места Под мусорные контейнеры Заложен лишь фундамент Но, по словам жителей окрестных домов Все прелести скорой, плохо пахнущей жизни Совсем не за горами Уже на днях Местное ЖЭО должно довести дело до конца И установить мусорные контейнеры Двор у нас, в принципе, как бы Не облагоустроен, по большому счету Если брать помойки Которые поблизости находятся То они все, в принципе, в пошаговой доступности Никогда проблем особых не было С их перегрузом Всегда, как бы, всех все устраивало Никто нигде не жаловался Но здесь, как бы, по словам жильцов Не поделили ЖЭО что-то Между собой И поэтому хотят разделить Чтобы у этого дома была тоже своя помойка Но так же, как и мы, жители частного сектора Жители дома Вот этого, они тоже против У них, получается, она стоит вообще Прямо напротив подъезда Выходишь и упираешься, как бы, в мусорные баки С одной стороны, дополнительные мусорные контейнеры В районе, где много жилых домов Это неплохо Вопрос в том, почему помойку решили организовать Именно практически под окнами домов Причем не соблюдая необходимую Установленную законом дистанцию 20 метров Мы собственноручно рулеткой измерили расстояние до ближайшего дома Получилось меньше 15 До другого едва-едва 20 Но жителям все равно хочется посочувствовать Вид и запах из окна вряд ли будут их радовать Не перед же подъездом Там, не знаю, ну, куда-нибудь в сторону ее отнести Есть варианты там поставить еще куда-нибудь Ее как-нибудь подумать, огородить Но так, как хотят и здесь поставить Как нам сказали, просто будут стоять мусорные баки Никаких экранов, ничего То есть просто два контейнера, в которые все будет скидываться Пока в планах у жителей Теперь уже злополучных домов Написание писем во всевозможные городские инстанции С надеждой, что это недоразумение И установки контейнеров все же не произойдет А в мечтах детская площадка И отремонтированные дворовые дороги Чем обитатели второй железнодорожной хуже других? Вообще, по-хорошему, такие вещи надо прямо сразу выносить На заседание местного парламента Если есть нарушения действующих норм, установленных федеральными органами Или городской властью, то есть гордумой То пресекать это дело надо сразу Иначе престиж власти падает мгновенно и глубоко Надеемся, показанный материал найдет свой отклик У тех руководителей, что сидят повыше контейнерных начальников Если метров не хватает, площадку с мусорными ящиками надо перенести Если хватает, то сделайте промер вместе с жителями домов, что стоят рядом И все станет ясно У всех ведь рулетки есть, разве не так? Кстати, Рязанский городской парламент заседал как раз сегодня О темах и результатах общего депутатского городского собрания рассказывает Глеб Галушкин На первом очередном заседании осенней сессии Рязанской городской думы Депутаты рассмотрели несколько десятков вопросов Начали с наиболее социально значимого А именно вопроса о качестве питьевой воды в Октябрьском и Советском районах Известно, что в ночь с 23 на 24 сентября жители этих районов отметили Что из водопроводных кранов течет вонючая вода Лаборатория водоканала взяла пробы и установила повышенное содержание так называемого хлора речного Произошло это, по мнению специалистов, в результате попадания из Дядьковского затона водорослей И продуктов их жизнедеятельности на пункты городской очистки воды Там произошел контакт с хлором и далее произошло загрязнение водопроводной сети Работники водоканала промыли резервуары и водопроводы И сейчас вода в Советском и Октябрьском районах, по словам чиновников городадминистрации Соответствует всем гигиеническим нормативам Депутаты решили создать комиссию, чтобы разобраться в причинах произошедшего инцидента Сегодня мы создали комиссию, чтобы выявить те причины, по которым произошли сбои поставки высокой качественной воды И те запахи, которые были, поэтому комиссия внимательно расследует эти причины Мы также предложили правительству области включить своего представителя в комиссию Администрации города, своего представителя и Роспотребнадзору Чтобы в дальнейшем не допустить тех сбоев, которые произошли 23 числа Еще одним важным вопросом повестки дня стали изменения в городском бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов Доходная и расходная части нынешнего горбюджета увеличены более чем на 2 миллиона рублей Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования по отдельным разделам, целевым статьям и видам расходов горбюджета Так добавляется более полутора миллионов рублей на финансирование программы по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья Миллион будет добавлен на постройку инженерных коммуникаций для многодетных семей, которые получили землю по муниципальной программе жилища И более чем на 19 миллионов рублей увеличены расходы на дорожную сеть Рязани Сегодня в Рязанской филармонии прошла пресс-конференция в связи с открытием нового 76-го по счету сезона Первого поднятия занавеса мы ожидаем в ближайшую среду, 1 октября У нас выступит легендарный российский национальный оркестр под управлением народного артиста страны Николая Плетнева Кстати, авторитетнейший европейский журнал о музыке «Граммофон» включил этот российский коллектив в двадцатку лучших оркестров мира Но не будем отнимать репортерский хлеб с другими сведениями о новом филармоническом сезоне у нас Оксана Тебенихина Если говорить точно, то уже в эту субботу Рязанская областная филармония откроет свои двери для гостей в новый 76-й сезон Само открытие пройдет по-современному ночью Мы решили открыть сезон филармонической авантюры Мы ее так на афише и назвали «Ночная филармоническая авантюра» Когда призанцы могут посетить все захоронки филармонии, безопасные для их жизни, естественно И увидеть наши коллективы в не очень обычной обстановке И будут задействованы все даже на сценические площадки Руководство и творческий состав филармонии подготовили для своих гостей много-много сюрпризов Новая программа, обещают руководители, не оставит равнодушным никого Ни ценителей поэзии, ни меломанов Готовим стилевые коктейли Классические музыки 20-го века С сложным языком, заканчивая музыку кинематографа и компьютерных лидеров И такое тоже у нас будет До начала пресс-конференции съемочным группам удалось захватить фрагмент репетиции Симфонического оркестра совместно с танцевальной группой Что ж, будем ждать официальной части Это событие ни в коем случае не останется незамеченным в нашем городе Продолжает программу вкусный репортаж о празднике узбекской кухни Который прошел в Рязани в рамках Российского года Содружества национальных культур Дни узбекской культуры в Рязани продолжаются Очередное мероприятие, организованное узбекской национально-культурной автономией «Алмаз» Было посвящено тонкостям и секретам приготовления блюд узбекской кухни В Узбекистане традиция застолья начинается с чайной церемонии Когда гостям подают горячий чай со сладостями Все это было продемонстрировано И всем предложили отведать замечательные восточные сладости и душистый чай Первое блюдо, с которого начинается узбекская трапеза – балоза на ход Оно готовится из двух главных ингредиентов – баранины и гороха нут Под ритмой дойры шеф-повар ресторана Ильо Скадиров Угощал собравшихся праздничным пловом Рассказывая о разновидностях и рецептах приготовления плова Особый интерес и даже ажиотаж вызвал мастер-класс по приготовлению чучвары Это жареные пельмени Мы живем в век глобализации Но для того, чтобы люди чувствовали свои корни Для того, чтобы они умели ассимилироваться в чужой культуре Они должны как можно бережнее относиться к своей культуре И в этом плане, мне кажется, то, что сегодня делается в Рязанской области В плане развития международных, межнациональных и интернациональных связей Это очень важно Зажигательные песни Намоза Каримова и великолепное исполнение танцев Мамуры Нуралиевой Создали хорошее настроение на продолжение дегустации следующего блюда Кулинарный сюрприз «Тухум-барак» в переводе означает «яйцо в мешочке» И удивил, и восхитил гурманов На закуску гостям праздника, образно говоря, подали танец живота и песни группы все свои Здесь что-то вспоминаешь и украинские вареники, и что-то вспоминается с русскими сибирскими пельменями И что-то вспоминается с такой хорошей лукой, которая смешивает не только рыбу, но и мясо Чтобы познать народ, я уже говорил, надо попробовать кухню, надо пообщаться Кулинарный праздник узбекской кухни удался на славу Сегодня в Рязани стартовал особый турнир по мини-футболу В матчах на поле спортзала объединения «Атрон Капитал» приехали ребята из коррекционных интернатов и школы Рязани и районов области Даже команды других регионов прибыли, чтобы помериться с футбольной силушкой, с хозяевами поля Физкультура и спорт, поистине, величайшая вещь, объединяющая и жизнеутверждающая стихия Доступная всем, независимо от того, что и как сложилось у человека в жизни, в том числе и со здоровьем Подробности у Оксаны Тебенихиной Ребята к играм готовились со всей серьезностью Для них это действительно важное событие Командный спорт настраивает мальчишек-интернатовцев на дружеский лад Вообще, подобные мероприятия признаны лучшим способом социализации юных спортсменов У них глаза горят, когда они приезжают Мы их очень любим Самое печальное, что в некоторых коррекционных школах, спортивных залов нет и в помине Мальчишкам приходится тренироваться на уличных площадках Но желание заниматься любимым видом спорта настолько сильно, что никакие неудобства не останавливают ребят В футбол у нас дети заражены Такой вот командой обоснованной, чтобы тренировалась, нет Просто на любительском таком уровне играют Но сюда, конечно, привозим лучших, лучших как, не в смысле игры, а в поведении, желании Что тут скажешь? Сейчас наши государственные функционеры настолько увлечены популяризацией массового спорта Что, по всей видимости, слегка подзабыли о том, что в самой простой районной коррекционной школе Банально может не быть спортзала и, соответственно, необходимого инвентаря Вот о ком надо бы заботиться в первую очередь О ребятах из провинции, тем более тех, кто учится в школах-интернатах Вот отсюда начинается подлинная забота о развитии в стране физкультуры и массового спорта С провинциальных школ, с дворовых спортплощадок Где-нибудь на самых окраинных горизонтах российской периферии Завершает сегодняшнюю программу погодные предсказания Основанное на строго научных фактах и профессионализме наших синоптиков Професс погоды на грядущий уикенд венчает выпуск Согласитесь, это тоже важная информация На которую не жаль потратить одну-две минуты эфирного времени Сентябрь на большей части территории Европейской России Выдался очень погожим и теплым Подарив два периода бабьего лета Молодого и календарного Но с каждым днем поступь осени становится все тверже И природа настраивается на осенний режим Тем не менее, до конца текущей недели Погода все еще продолжит радовать нас вполне погожими деньками Существенных осадков не ожидается При обладающей температуре воздуха ночью Плюс 2, плюс 7 градусов Местами в пониженных местах И при прояснениях не исключены заморозки до минус 3 Днем плюс 13, плюс 18 А вот уже с начала следующей недели Характер погоды изменится Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди Усиление ветра и постепенное понижение температуры воздуха Днем всего лишь прохладные, плюс 6, 11 Так что пока наслаждаемся теплом И не расстраиваемся по поводу предстоящей осени во всей ее дождливой красе А чтобы совсем не было грустно Можно уже сейчас купить яркий зонтик или теплый свитер И тогда у природы точно не будет плохой погоды У нас на сегодня все И как говорили раньше, передаем микрофон коллегам В наш эфир выходит программа подробностей Ее ведет Евгений Зызин Мы продолжаем рассматривать результаты заседания Рязанской городской думы В нашей студии председатель думы, глава муниципалитета Андрей Кашаев До встречи в эфире Рязанской городской думы, глава муниципалитета Андрей Кашаев